дорогие сограждане сегодня хочу обратиться к вам с просьбой также поделиться своим мнением задать вам несколько вопросов хорошо ли мы живем в своей стране почему я так спрашиваю потому что я плачу кредит брала кредит чтобы отучить ребенка я бы не сказала что я хорошо живу и многие мои знакомые родственники друзья коллеги соседи у многих многих есть кредиты почему брали кредиты чтобы отучить ребенка чтобы получить поправить свое здоровье чтобы строиться чтобы помогать детям по разным причинам а теперь подумаем а если у нас стране было бы бесплатно образование бесплатное медицинское обслуживание качественные разве мы брали кредит нет конечно также если хотя бы в нашей стране вот тоже платное там образование и медицинское обслуживание то что самое главное каждого человека жизни было бы качественным я уже молчу у нас этого же нету качественно мест медицинское обслуживание нету качество нашим детям в школах не полном объеме дают образование они наши учителя получая мизерную зарплату они сосредоточены в том что отчитываться отчет каждый раз отчет как не слышь на дачу взлет отчет они не заинтересованы чтобы каждый ребенок получил соответствующее знание их сверху давят надо самое главное отчет сдать образование уже как бы на втором плане вот я недовольна своей жизни в казахстане но я казашка я не буду уезжать как некоторые даме и средств нет уезжать куда-то я люблю эту страну я родилась и хочу что в будущем нашем казахстане все изменилось изменилось все к лучшему что наши дети наши внуки и жили счастливо чтобы хорошо жили они как сейчас мы живем кредит на кабале вокруг все дорого поэтому хочу с вас просить хорошо ли вы живете почему молчим почему не требуем свое и вот армяне грузины французы они требовали свое и как достигают этого то что они просят может пора объединиться и выходить просить у нашего государства свое дальше по другому действовать раз они о нас не заботятся на кого мы надеемся на наших депутатов которые выдвигают свои там глупые предложения извините за выражение с начала года столько их было как будто у них там наверху какой-то марафон идет кто тупее предложение сделает возьмем например предложение строить дома без санузлов абсурд еще одно предложение разрешить девочкам до 16 лет сделать аборт без согласия родителей это для меня вообще не знаю нонсенс и раздавать презервативы школах это что получается дети на те вам презерватив делайте что хотите и ответственности не будет а если эта девочка когда будет делать аборт умрет или что нибудь не дай лох кто будет отвечать а вот он думает или же еще под последнее предложение переименовать казахстан республикаса на казах республикаса хочу спросить из-за того что мы четыре буквы уберем у нас жизнь улучшится и или же вы хотите все изменить мне кажется нет казахстан республикас почему хазах республикаса что изменится да ничего не изменится просто это опять же столько миллиардов бюджетных средств уйдет никакой депутат никакой чиновник из кармана не будет платить это как наши пенсионные там отчисления ушли так и уйдут эти из бюджета деньги чтобы просто переновать сколько волокиты и это еще не все вот после этого предложения в соцсетях очень много споров некоторые конечно за некоторые против и и вот меня насаживает тот факт что начали люди простые граждане между собой грызть там ты русские там убирайся это казахская земля нам но да это казахская земля но здесь у нас например мой сосед иван его родители здесь родились и он сам здесь живет это его родина его страна почему он должен куда-то уезжать или считаться второсортным там нетитульной нации так второсортный мне кажется это неправильно но это конечно сугубо лично мое мнение мне кажется это неправильно и зачем все это делать у нас еще других проблем мало лучше эти деньги пусти там что вылечить наших больных детей которые родители просят в соцсетях помощи от простых граждан пусти эти деньги на дать бесплатное образование нашей молодежи дать шанс нашей молодежи чтобы они что-то сделали открыли свое дело а это то что там сам рук казна там фонд благосостояние фонд дому то что они предлагают это только на бумажках на словах на бумажках на самом деле их не вот эти помощь там получить эти очень сложно я не раз обращалась поэтому говорю уверенно так что дорогие мои сограждане нам не на кого надеяться нам не на кого надеяться власть у нас какая который советует там пройтись по кладбищам чиновники которые придумают такие странные странные очень странные законы не знаю каким местом они думают извините за выражение беспредел который творит наши полицейские они сами уже подтвердили что они банда мне вот до сих пор жалко один из этой на например очень жалко очень не очень жалко такая наша звездочка из-за чего от беспредела у нас в стране нету порядка полицейские полицейские гонятся за старухами там кто свое мнение вот скажет там они настоящим преступниками преступники они могут там совершать свои преступления потом могут заплатить по 73 статье мне кажется у крк могут заплатить выйти не отсидевши полностью свой срок у нас не знаю мне не нравится все это поэтому хочу обратиться к вам давайте соберемся выйдем наконец-то скажем свое потребуем свое право свое право чтобы в дальнейшем наши внуки наши дети жили счастливо хорошо в нашей стране подумайте об этом пожалуйста почему мы до сих пор одеваем все китайское едим все китайское да банально вот этот помидоры и огурцы у нас стоит вчера на базаре была 700 600 тенге такой полезный это полезные там фрукты овощи очень дорогие почему у нас разве земли нету чтобы это вырастить самим столько рабочих мест было бы сами ели бы свое настоящее фабрики неужели мы для себя не можем там шить одежду почему все китайское одеваем синтетику много вопросов почему на нашей земле другие хозяйничают вот те же в караганде армяне там построили там этот открыли ресторан древний рим почему на том месте вот там житель караганды там или любой житель казахстана не мог открыть почему китайцы строят заводы на нашей земле почему не казахи меня это вопрос волнует конечно если думаю если правильно у нас политика была бы правильная этого не могло бы быть я просто часть вас часть народа я просто хочу завтра чтобы мои дети и внуки жили хорошо счастливо не те как я я вдова воспитала двоих детей одна кое-как поэтому обращаюсь к вам пожалуйста сограждане казахстанцы мои родные давайте объединяемся выйдем что-то надо сделать я не призываю вас там вооруженном восстании там свергнуть власть просто потребовать свое имеет каждый гражданин казахстана спасибо за внимание я надеюсь в скором будущем казахстане будет другая другой режим ой не режим извините другой строй который будет думать о лучшей жизни казахстанцев так что еще много чего хотела сказать просто я путаюсь спасибо за внимание